Все новинки и тренды сельского хозяйства на дне поля. Крупнейший в регионе агрофорум начался в Паловском районе. На традиционной уже площадке фермеры и производители сельхозтехники. В этот раз здесь около 600 машин и агрегатов. Одна из новинок – гусеничный трактор Барнаулиц. Еще в экспериментальной стадии, но спрос на него уже высокий. Гусеничная машина имеет преимущество за счет низкого удельного давления на грунт. Также за счет гусеничного хода он может раньше выходить в поле по сравнению с колесными, допустим, аналогами. Новый уровень качества российской техники оценивают уже за рубежом. В рамках форума Алтайский край заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства Монголии. Ранее наши фермеры поставляли в республику семена. Теперь работа должна стать шире. Например, совместная работа по семеноводству, развитию животноводства, племенного хозяйства и по направлению земледелия – широкие возможности. Здесь представлена техника, произведенная в России. Видим, что ее качество улучшилось. Поэтому есть и широкая возможность обновлять сельхозтехнику для Монголии. Заметно выделялась еще одна деталь. Сегодняшний тренд – на Китай. Мы впервые встретили на агрофоруме столько представителей Поднебесной. Большинство в комментарии отказали, хотя иностранные аграрии подробно расспрашивали наших сельхозпроизводителей. Видишь, это всем интересуется. Лю Бо – представитель фермерского хозяйства в Шипунова. Вращивают для своих граждан, но санкции внесли коррективы. На форуме оценивают весь комплекс техники. Нам интересуется, видишь, это отработает сантиметра. Это такое высокое сантиметро, нам нравится. Пример, я не знаю, по-моему, это 30 сантиметров. Льон, пшеница, клетчика, и все большинное. Мы тоже хорошо растет. К сожалению, у нас территория не как ваша, а громкая территория. Потенциал нашей земли и техники оценивают высоко. По словам Виктора Томенко, треть засеянных в этом сезоне площадей в Сибири находится в Алтайском крае. И в последние годы мы бьем рекорды урожайности десятилетий, несмотря на погодные сюрпризы. 2020 год нам дал 160 миллиардов рублей, а 2021 год как раз с учетом значительного увеличения объемов производства, в первую очередь в растениеводстве и ценовой конъюнктуры, 240 миллиардов рублей – это объем малого продукта в сфере сельского хозяйства. Какие сейчас проблемы у сельскохозпроизводителей, на ваш взгляд? Если кому-то требуется дополнительная информация, вообще нету никаких. Да, особенно у нас. Сами фермеры подчеркивают, в последнее время стало проще вкладывать деньги в техническое обновление. Но те, кто работает не только на внутренний рынок, называют проблемой экспортные пошлины. Мы выращиваем пшеницу, ячмень, лен, рапс, подсолнечник, сою, горох. Много идет на это? Больше половины. Больше половины? Да. Это Китай, да? Китай в основном, да. Почему? Ну, знаю, что в Афганистан горох отправляли. О проблемах и решениях представители аграрной сферы сейчас говорят без посредников. Среди актуальных тем – здоровье животных и агрометеорология. Агрофорум продолжит работу завтра. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, День с толком.